Со стороны сердца нет, нет, пороков, аритмии, боли в сердце, язвенные болезни, желудка, сахарный диабет, бронхиальная астма, нет, операции за 4 месяца последних, нет, татуировки, татуажа, нет, травма головы, сотрясения, обмороки, что-то было, нет. Здоровье отменное, вредных привычек нет. По всем показателям Елена – идеальный донор. В центр крови сегодня она пришла впервые. Девушка узнала об акции «Сдай кровь, спаси жизнь ребенка, пострадавшего в ДТП» и не смогла остаться в стороне. Во-первых, волнение, а с другой стороны, это какая-то внутренняя ответственность и внутренняя, я надеюсь, что у меня получится все-таки сдать кровь, самоудовлетворение, что хоть какой-то маленькой частью своей крови могу спасти даже жизнь ребенка. Тема аварийности на дорогах с участием несовершеннолетних сейчас особенно актуальна. За последний год при снижении общего количества ДТП процент погибших в авариях детей вырос до 66%. По итогам 11 месяцев текущего года на дорогах Белгородской области с участием несовершеннолетних в возрасте до 16 лет зарегистрировано 102 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 10 детей погибли и 110 получили травмы различной степени тяжести. 85% детей участвовали в процессе дорожного движения в качестве пассажиров транспортных средств или в качестве пешеходов. Как правило, ранения, которые получают дети в ДТП, очень тяжелые. После аварии они долгое время находятся на лечении, переносят многочисленные операции и, конечно же, нуждаются в донорской крови. Я думаю, что в рамках этой акции у нас достаточно большое количество, около 80 человек планируется принять. Ну и, соответственно, я надеюсь, мы до 40 литров крови заготовим. На данный момент есть потребность в отрицательных группах крови. Первая отрицательная, вторая отрицательная, третья и четвертая отрицательная. Поэтому добро пожаловать всем донорам. Какая кровь необходима в данный момент, подскажет донорский светофор. Зеленым цветом отмечены те группы, которых в центре достаточно. А вот желтый цвет укажет на недостающие компоненты. Сдать кровь может каждый. Это займет буквально полчаса вашего времени, но может спасти чью-то жизнь. Поэтому мы тоже решили принять участие в акции. Как оказалось, давать кровь не больно и совсем не страшно. Заботливый медперсонал и чаем напоит, и сделает все для вашего комфорта во время процедуры. Расскажите, пожалуйста, о своих впечатлениях. Многие боятся первый раз сдавать кровь, потому что это может быть больно или страшно. Как вам? Впечатление страх был, не больно совсем. И оказывается, это не настолько страшно, как многие думают. Поэтому я советую всем попробовать хотя бы раз в жизни сдать кровь, попробовать. Ну, надеюсь, что это втянется в постоянство и будут постоянными почетными донорами. Я тоже хочу быть почетным донором. Важно для детей сдавать кровь, потому что много, может быть, ее нет. Просто может не хватать крови, и если нужна помощь, то почему бы ее не оказать? Я постоянный донор. И сдаю перед каждые два месяца. Почему вы этим занимаетесь? Ну, как бы, это нужно людям. И уже я первый год это делаю. Постоянно сдаю кровь. Вы чувствуете, что вы как-то помогаете? Какие у вас эмоции после того, как вы сдаёте кровь? Ну, конечно. Бывает, что именно сдаем больным, именно какому-то специально операцию. Ну, а так периодически сдаю, знаю, что это нужно, постоянно требуется. Зимой помощь доноров особенно важна. В это время года резко повышается уровень травматизма. 27 декабря в Центре крови пройдет ежегодная донорская акция, которая позволит пополнить резервные запасы и обеспечить медицинские организации компонентами крови на продолжительный период. Принять участие может каждый. Для этого нужно заранее записаться на донацию на сайте Центра крови или по номеру 34 61 79. Анастасия Ильина, Сергей Щекалов, Белгород Медиа.